здорово пацаны как вы там после нового года мы так себе сначала хотели рассказать вам во что бы такое поиграть на новогодних каникулах потом доживали оливье и поняли что каникулы подходят концу а бюджет на игры спущен на blackjack поэтому расскажем вам о коротких и дешевых но крутых играх из 2019 которые помогут вам не умереть от похмельной тоски в оставшиеся дни каникул главный критерий чтобы пройти можно было за пару дней и чтобы игра стоила не больше полутора косарей ну погнали начнем с мультиплатформенных игр в которые может поиграть каждый resident evil 2 ремейк второго resident evil это самый топовый экшон уходящего года на наш скромный взгляд и может быть даже лучшее что выходило в прошлом году resident evil сейчас можно хватануть примерно за косарь 200 в playstation store а пройдете вы его часов за 15 идеально почему это офигенная игра ну для начала в ней просто приятно стрелять мы не знаем в чем секрет приятной стрельбы в играх но этим таинственным мастерством хлопцы с капком овладели идеально все бахает стрекочет и вибрирует так что хочется бахать вибрировать и стрекотать снова и снова локации с нежностью любовью перенесены из старинного resident evil а 98 года если вы старый пердючий дед лет 30 то скорее всего будете скулить от ностальгии и похрюкивать от радости узнавания о дробовичок как в детстве о зомбик вылез оттуда как в детстве о и про это не забыли и про то не забыли в общем вам понравится пацаны ну и напоследок повсюду за вами будет гонять высоковатый лысый мужчина со стояком надо сказать что это довольно жутко ну и придает игровому экспириенсу сексуальное напряжение наслаждайтесь пацаны devil may cry 5 примерно по такому же прайсу можно охватануть 5 devil may cry времени займет примерно столько же но если честно игра ну прикольная мажьте мечиком потом тыкайте посхом там потом мажьте другим мечиком если вам нравится слэшер и слезливая историю про братскую любовь ну сойдет в принципе но блин пацаны я когда играл какие были ощущения тебе дают персонажа ты машешь стараешься набиваешь компа привыкаешь к управлению прокачиваешься а потом тебе дают другого мудиня потом третьего а потом снова первого и ты уже забыл все комбо первого чувака забыл что прокачивал вообще и вообще забыл зачем ты играл в эту игру ну блин нафига так делать я хочу играть за нейро там или за данте и не хочу больше ни за кого при этом игра классная пропитанная true японским пафосом данте в ней все такой же веселый и крутой пусть и такой же старый как те сычи что прошли первую часть в общем лучший слэшер прошлого года советуем фрост панк пока божественные пока бояре наслаждались фрост панк тщедушные консоли холопы проходили свои гадкие эксклюзивы но наконец в девятнадцатом году во фрост панк можно поиграть на вашей playstation 4 или боксе почему мы выбрали именно фрост панк стоит он косаясь с хвостиком игра клёвая и при этом освоить и наиграться в нее можно за пару выходных если вы рассудительный уставший от жизни человек и вам нравятся неспешные игры вроде тропика то фрост панк ваша игра вам вверяют поселение с парой тройкой человек и нужно сделать так чтобы народ выжил в условиях дубака неблагодарные людишки будут строить козни ныть и протестовать а вам нужно держать их в узде охреневших край выгонять нахрен на мороз и стараться сделать так чтобы на мороз не выгнали вас в общем отличная игра с бодрящей атмосферой собачьего холода и безысходности ну и посоветуем вам парочку игр для свеча ведь теперь на свече можно поиграть в лучшую синглплеерную игру за три копейки в даунвелл суть максимально простая падаете в колодец на лету отстреливаете черепахи всякие там летающие пузырьки подбираете предметы падаете стреляете стреляете и падаете очень залипательно круто и стоит всего 200 рублей так что если ваше финансовое положение пошатнулась на праздники вас не тошнит от пиксель-арта и вы любите игры вроде супер митбой советуем вам даунвелл кстати на новогоднем скидоне она стоила вообще сотку если вы не пропустили скидку вы красавчик капхэт да мы знаем что это баянистая игра но если у вас нет пк на винде или бокса то поиграть в нее было нельзя в девятнадцатом году список платформ на которых можно погонять капхэт расширился игра вышла на свече стоит полтора косаря дороговато конечно но не смертельно капхэт это платформер стилизованный под анимацию 30-х годов в котором нужно играть за чашеголового человечка выглядит игра просто охрененно если вы закалены хардкорными экшонами вроде секиры например то у вас есть шанс пройти капхэт и не улететь на марс на реактивно анальной тяги игра ну очень тяжелые некоторые боссы просто сводят нахрен с ума да и некоторые уровни без боссов ничуть не лучше зато игру можно проходить вдвоем с другом на одном экране и как-то поддерживать друг друга морально так что если вы тертый калач у вас есть сыч и друг то зовите его к себе в гости гоняйте вместе чашеголовых человечек ну и конечно же безусловно главная игра этого года симулятор вредного гуся если вам показалось что идея попахивает идиотизмом вам не показалось но мой бог как вы все не правы это реальный шедевр с тонким угарным юмором забавными загадками и вполне себе засасывающим геймплеем готовы примерить на себя роль пернатого хитмана ну если не готовы то быстро поймете что рождены для этого игра действительно удивляет это что поначалу выглядела как очередная нелепая инди поделка свело с ума почти всех кто в нее играл единственный серьезный недостаток игры это то насколько она короткая пройдется буквально за пару вечеров и идеально подойдет для нашего списка и завершим шайтан подборку мобильной колдой да вы не ослышались игрой на мобилку call of duty вышла настолько крутой что может оторвать даже от любимого пк или консоли во первых она бесплатная во вторых она бесплатная согласитесь два весомых преимущества в празднике в третьих это совсем не pay to win то есть даже если у вас зрение минус 3 и телефон с лт экраном гарантируем вы будете убивать в мобильной колде каждый может почувствовать себя палачом и зарешать матч даже на ножах там не нужно знать карту как сид же не нужно бороться с отдачей в небо или мечтать о геймпаде просто садитесь в своем кабинете нажимаете на иконку и уже через минуту вы выписываете хэдшоты испаряете врагов с дрона и просите чью-то мамку быть нежнее а еще здесь много режимов и крутая поддержка хотите воюйте команда на команду или захватывайте точки хотите уничтожайте зомби или прикидывайтесь подарком пустом горшком и прячьтесь от врагов а можете в королевскую битву пока подруга крутит бегуди ей бегуди а тебе медали на груди в общем мобильная колда одна из немногих игр где хочется задонатить разработчикам за их старания а пока варианты игр закончились пацаны бодрого вам окончания отдыха свежайшего начала рабочей недели берегите себя ну и да здравствует новый игровой год ставьте лакрицы бейте в колокола шлепайте по подписке целуем а